по дубликации, когда я решила, что лучше всего не читать каждый раз одно и то же, а делать каждый вебинар, в каждый вебинар брать одну тему. Мы говорили о том, что у каждого, что у нас, как у спонсора, у тех людей, кто строит свой бизнес, кто строит свои команды, у нас у всех есть определенные семь задач, от которых мы никак не можем уйти, мы не можем уходить от этих задач. И поэтому, чтобы не говорить на каждом вебинаре о семи задачах коротко, чтобы укладываться в какое-то время, я решила, что лучше сделать на каждом вебинаре рассматривать одну задачу, но более широко. И поэтому сегодня у нас будет первая тема – постановка целей. и я оставила ролик, ролик, конечно, был со звуком, стопроцентно, я его сама слышала, вот, что о мечтах, что для того, чтобы наши мечты сбывались, нужно сделать целью свою мечту, и тогда у нас всё получится. Чтобы она не оставалась где-то наверху, там на пьедестале, недостижимая, нам достаточно хорошенечко её рассмотреть и наметить путь, по которому мы будем к этой цели идти. Поэтому, когда мы загадываем вот эти цели, ставим эти цели, эти желания, нам нужно подумать, чего я хочу, с чего я начну, и когда я начну, и начинать как можно быстрее, чтобы не было так, что с понедельника я худею, там, допустим, в первого числа я начну там что-то делать, да, что мы совершаем одну и ту же ошибку, когда мы думаем, что я будущий будет немножко лучше, чем я настоящий, но это будет потом, вот сегодня я немножко поленюсь, сегодня я ещё полежу, а вот завтра я уже начну это что-то делать, да. Нет, это как раз нас и нашу мотивацию немножечко опускает и притупляет, потому что, когда мы какие-то нереальные цели себе придумали, и нам кажется, вау, здорово, классно, но мы к ней не приближаемся, и у нас падает мотивация. А когда мы идём к своей цели и достигаем её, если мы идём поэтапно, то мы, совершив одно достижение, естественно, можем идти к следующему, и это даёт нам мотивацию и энергию. И для того, чтобы идти даже к большим, к маленьким, неважно, каким целям, чтобы идти, нам нужно научиться ставить свои цели по системе SMART. Это такой метод описания, который включает в себя определение этой цели. То есть цель должна быть абсолютно конкретной. Мы должны понимать, что будет, когда мы её достигнем. Она должна быть измерима. Мы должны понимать, знаете, как на ощупь, как потрогать эту цель. Мы должны понимать, что у нас в конечном итоге получится. Она должна быть достижимой. То есть мы не можем придумать какой-то себе воздушный замок, который мы не знаем, как туда идти, когда он сбудется. Нам нужно понимать, какие у нас временные ресурсы есть, какие у нас финансовые ресурсы, какие у нас, в конце концов, энергетические ресурсы есть. Сможем ли мы этого достичь? Она должна быть реалистичной или ещё, говорят, значимой. Значимой – это когда мы понимаем, какую выгоду мы получим. Какую выгоду мы получим, когда мы достигнем этой цели. Нет выгоды, не будет мотивации, не будет никакого пути к этой цели, не будет никакой энергии и даже желания. И цель должна быть определена во времени. То есть мы ставим какие-то временные границы, временные рамки и идём к ней. И где-то, может быть, подэтапы какие-то мы тоже назначаем, по которым мы понимаем, укладываемся мы в это время или нет. Потому что если цель будет какая-то размазанная, то когда она там ещё сбудется? А когда мы чётко знаем, так, сегодня это, завтра это, послезавтра там следующее, что-то нам необходимо сделать, и у нас получается, и наш отрезок, можно сказать, приближающий нас к цели уменьшается, это тоже даёт какой-то заряд бодрости, заряд энергии. Например, на самом примитивном примере могу привести такой пример. Допустим, если мы говорим «хочу стать умнее», но что значит «стать умнее»? Вот если мы, скажем, читать больше книг для того, чтобы расширить свой кругозор, вот это уже более конкретная цель. Если мы говорим «мне нужно читать больше книг», то опять-таки следующий вопрос, как нам это измерить? Больше – это сколько? Для кого-то 10 книг – это нормально в год, а для кого-то 50 книг в год – это нормально. Поэтому мы для себя определяем, что нам нужно. Потому что если мы, допустим, придумаем «вот, я 100 книг прочитаю, 5 компаний открою, в отпуск промежутки ещё поеду», то, понятно, у нас сразу заряд какой-то энергетический появляется, у нас вроде как и мотивация такая большая. Поначалу мы получаем такую эйфорию, а потом мы понимаем, что мы не приближаемся к своей цели, мы ничего не делаем, мы не знаем, с чего начать, а время уже идёт, и так как ничего не происходит, наша мотивация падает, потому что мы видим, что мы ни капельки не приближаемся к своей мечте. Например, если мы сказали, что мы хотим за год прочитать 20 книг, то мы даже можем разбить их на какие-то этапы, на месяца. То есть как одну большую цель мы разбиваем на несколько, как я уже сказала, и мы тогда идём поэтапно. Например, мы будем читать две книги в месяц, и мы тут понимаем, да, две книги в месяц абсолютно реально, это достижимо, мы их прочитаем, и дальше, в следующем месяце я уже вижу, укладываюсь, я не укладываюсь в эти свои ограничения, которые, допустим, я себе поставила. Вот этот план, даже не будем говорить ограничения, в план, тот план, который я себе построил. Вот, также, если мы говорим о книгах, то мы говорим о значимости, да, мы понимаем, для чего нам нужны эти книги. Если в детстве, когда мы только учились читать, наша главная цель была научиться читать, научиться понимать текст, научиться пересказывать этот текст, да, там была такова значимость нашего процесса чтения, то сейчас, когда мы уже взрослые, мы понимаем, что либо у нас идёт повышение квалификации какой-то, либо у нас идёт какое-то саморазвитие, может быть, личностный рост какой-то, и мы тогда уже пишем, о чём мы хотим прочитать эти книги-то. Там столько-то книг на одну тему, столько-то книг на другую тему, и мы всё это расписываем, потому что, как говорится, цель, не записанная на бумаге, остаётся только желанием. Да? Ну и вот ещё раз говорю об определённости во времени, то есть ограниченность по времени очень важна. И чем меньше мы себе будем выставлять сроки, такие достаточно более жёсткие, да, тем больше вероятности, что мы будем быстрее идти, мы будем более сконцентрированы, и у нас будет получаться. Вот. Если кто-то, допустим, впервые слышит об этой системе, кто будет, допустим, просматривать ещё ролик, то подумайте, есть ли у вас сегодня какая-то цель, к которой вы идёте, и соответствует ли она всем этим пяти определениям, потому что я в своё время, когда я узнала об этой системе, я поняла, что для меня это новое, для меня было что из этого для себя, да, почерпнуть. И, возможно, когда вы увидите, что где-то какое-то определение у вас не соответствует, тогда можно быстренько подкорректировать, и, возможно, придётся, ну, и, возможно, вы будете делать какие-то другие действия, другие шаги по достижению, по-другому как-то вы пойдёте к достижению той цели, к которой, в принципе, вы сейчас уже идёте. На нашем примере, на примере нашего проекта, на примере, эту систему, если, допустим, мы поставим цель к концу года достичь статуса топ-эксперт, то мы можем по месяцам расписать, какие нам шаги нужно сделать. Здесь мы чётко понимаем, что до топ-эксперта у нас ещё есть лидер, мастер, эксперт, да, и мы понимаем, что нам нужно сделать для того, чтобы достичь каждого из этих статусов. И вот мы можем прям по месяцам расписать себе, что, допустим, первый месяц, вот я начинаю работать, мне нужен статус лидера, и мне нужно 10 прямых сделок. Мы понимаем, что там в обязательном порядке, я думаю, из 10 человек приглашённых вы найдёте каких-то трёх лидеров, с которыми вы сможете работать дальше, помогать им достичь лидера, и, в конце концов, к концу месяца достичь раунга мастера. То есть это наша первая подцель, первый этап, вернее, это уже второй, первый лидер, второй мастер. И таким вот образом мы идём дальше. То есть здесь очень легко проследить. Сейчас речь шла о том, что когда мы идём к той цели, которая нам нравится, это хорошо, но у нас очень много есть дел, которые нужно сделать. И вот это может быть сложно, это не всегда хочется, но это надо сделать. И мне понравилось такое высказание на одном из тренингов, тоже я услышала, что для того, чтобы сделать то, что надо, нужно в этом найти то, что хочу. И тогда мы сможем выполнить это с удовольствием, потому что когда у нас есть то, что нам надо делать, но не хочется, у нас нет вдохновения, у нас мы встречаем какое-то внутреннее, может быть, сопротивление и апатию, и отсутствие энергии, потому что это долг, это обязательства какие-то. Но если мы сумеем посмотреть на это дело немножечко с другой стороны, то и найти в этом надо что-то, что хочу, то тогда у нас появится энергия и радость, потому что мы действительно, когда мы делаем то, что нам нравится, то, что мы хотим, нам же и времени хватает, и концентрироваться мы можем, и мы испытываем какую-то страсть, не знаю, нам не важно, что думают другие, мы идём к своей цели, и мы делаем то, что нам нравится. Поэтому если мы в том, что нам не нравится, сумеем найти хоть какие-то элементы, нам будет гораздо легче это выполнить. Так, я понимаю, что у меня немножечко ещё и перескочил слайд. И дальше мы идём немножко более подробно рассмотреть, какие есть методы достижения цели, на какие этапы более подробно можно разбить свою цель для того, чтобы мы могли к ней прийти. Мне очень понравилась эта методика Брайана Тресси, который тоже очень такой сильный коуч, психолог, он пишет много книг, он тренирует команды и помогает открывать компании. То есть такой достаточно, как говорится, у нас продвинутый. И вот он рассказал такой метод достижения цели за 12 этапов. Мне это очень понравилось, мне этим хочется с вами поделиться, что первый шаг к достижению своей цели – это желание. И очень важно, чтобы это желание было наше собственное, то есть своё личное желание. То есть мы идём делать то, чего мы хотим. Мы сами придумали, мы сами к этому пришли. Это не должны быть чужие цели, это не должны быть чужие желания. Это не… Как вот мы, наверное, многие с этим сталкивались, я сама с этим сталкивалась, когда идёшь учиться в какое-то учебное заведение, потому что родители сказали, иди, получи профессию, это профессия классная, то есть иди. Мы лучше знаем, когда мы учимся для родителей, когда мы идём на работу, потому что нас устроили, потому что нам какое-то хорошее место нашли. Это не даст нам счастья, и мы не будем идти к этой цели с радостью, с энергией. Мы будем жить просто на каком-то, не знаю, на каком-то автопилоте, совершенно неинтересном. Нужно, чтобы это желание было наше, мы должны к этому созреть. Второе – это должна быть вера в исполнение цели. Вы должны верить в то, что у вас всё получится, несмотря ни на что, на то, что существует много разных препятствий, очень много разных барьеров, которые мы должны преодолевать, которые мы преодолеем, и мы верим, что у нас всё это получится. И в то же время мы будем верить в исполнение своей цели, если эта цель будет реалистичная. Это не будет какой-то воздушный замок, потому что, допустим, если у нас доход в год, ну давайте буду так, 12, ой, 20 тысяч, 20 тысяч евро мы получаем в год, у нас есть доход, то загадать, что в следующем месяце я хочу заработать миллион, ну это нереально, потому что при всех тех наших возможностях и ресурсах, которые у нас есть на сегодняшний день, почему мы сегодня миллион не зарабатываем, то есть это нереалистичная какая-то цель. И наше восприятие, вернее, наше подсознание не может воспринять это, потому что оно не знает, что с этим делать, как из 20 тысяч сделать через месяц миллион. Но если мы, допустим, прибавим всего 10 тысяч, вот в следующем году я хочу заработать 30 тысяч в год, то есть мы накидываем 50%, потому что вероятность исполнения, когда мы загадываем с вероятностью исполнения 50 на 50, то у нас очень-очень много шансов всё-таки к этой цели прийти. Поэтому если мы загадываем не миллион, а с 20 на 30 перескочить, то это совершенно реально, и тогда у нас уже начинает наше подсознание искать методы, искать способы, как нам к этому прийти. Так же хорошо, если мы научимся делать эти цели достаточно такими трудными, чтобы нам нужно было прилагать какие-то усилия, чтобы нам нужно было выходить из зоны комфорта немножко, потому что это тоже наше развитие, это наш рост. Будем расти мы, будут расти и наши доходы, возможности и всё то, что нас окружает. Поэтому нам нужно учиться и не бояться выходить из зоны комфорта. И если мы это уже планируем, если мы это ставим уже как цель, то это тоже большой плюс, это нам тоже помогает. То есть ещё хочу про загадывание сказать. То есть если человек, женщины меня очень хорошо поймут, если ты хочешь похудеть на 30 килограмм, то, конечно же, ты не скажешь, вот следующим месяцем хочу, хочу всё похудеть на 30 килограмм. Это достаточно сложно, невозможно и опасно для здоровья. Но если мы ставим цель похудеть на 5 килограмм в месяц, тогда мы понимаем, здесь мы питание немножко изменим, здесь мы тренировочки немножко добавим, и 5 килограмм в месяц – это реально. Потому что, может быть, про тысячи не совсем восприятие берёт, эти цифры. Далее цели нужно записывать очень подробно во всех деталях, прям расписать, чего мы хотим. То есть незаписанная цель на бумаге, она останется всего лишь желанием. То есть цель нужно записать. И если, допустим, вы хотите иметь большой красивый дом, допустим, я через 5 лет хочу купить огромный дом, то запишите себе во всех деталях, допустим, дом двухэтажный, с мансардой, с подземным гаражом, возможно, с бассейном, чтобы там было 5 комнат, чтобы это была кухня. То есть вы полностью расписываете, визуализируете этот дом, вы его себе представляете и описываете полностью во всех деталях свою мечту. Дальше вы прописываете, какая будет польза от достижения вашей цели. То есть выгоды, все выгоды. Есть у вас выгода, у вас есть мотивация к ней идти. Если выгоды, вы не можете прописать эти выгоды, то мотивация падает. Мы должны понимать, какую пользу нам несет эта цель. Если это финансовый характер, то вы пишете, что в вашей жизни изменится, когда у вас будет определенная сумма финансовая, которую вы заработаете, которую вы ставите своей целью заработать. И можно даже прописать, ну так сказать, несколько причин, несколько выгод, и причем чем больше, тем лучше, потому что если у вас хотя бы есть две причины идти к своей цели, то значит у вас уже хоть какая-то мотивация есть, и вы идете. Если это пять и больше причин, то это уже достаточно крепкая, сильная мотивация, и вы идете к своей цели. Если вы можете написать больше десяти причин, почему вы хотите достичь этой цели, то знаете, вы уже будете как каток, на вашем пути уже не будет никаких преград, потому что когда вы себе реально представляете уже исполненную эту цель, то вы уже идете как победитель, и у вас и сила, и вера, и энергия появляются. Поэтому очень важно, чтобы была мотивация реализировать ситуацию, ту, в которой мы сейчас находимся, что у нас есть на сегодняшний день, какие у нас есть финансы, чего мы уже достигли, с чем мы можем стартовать. То есть если мы худеем, перед тем, как худеть, мы становимся на весы и смотрим, какой у нас реальный вес, откуда мы стартуем. Поэтому здесь мы тоже, вот у нас есть цель, у нас есть какой-то жизненный этап, который мы прошли, чего мы достигли на сегодняшний день, от чего мы сейчас будем отталкиваться. И устанавливаем дальше срок, то, о чём мы говорили, срок достижения цели. Это тоже очень важно, потому что мы, опять-таки, приближаясь к своей цели, мы будем видеть путь, который мы прошли, сколько нам ещё осталось. И это тоже даёт энергию, это даёт тоже дополнительную мотивацию, если мы укладываемся в сроки, укладываемся в план, который мы себе написали. Далее очень важно определить, осознать препятствия, которые нужно будет преодолеть на этом пути. Мы проговариваем, с какими мы трудностями можем столкнуться. И, может быть, даже выписать эти трудности, те, которые мы считаем самые-самые сложные, поставить как под цели, с которыми нужно в обязательном порядке справиться. И у нас тоже это получится, если мы будем уже их осознавать. Потому что есть такое понятие, то есть если мы пропишем всё это и вдруг вот так вот увидим это всё на листе, то то, что у нас где-то было в голове, нам казалось, что это очень большая проблема. А когда мы её выписали, посмотрели, да нет, она не такая уж и большая, я вот тут вот в два этапа её решу. Это то, что меня больше всего пугало, остальное ерунда, я с этим справлюсь. То есть все сложности, все препятствия выписать и просмотреть, проанализировать и заранее продумать, как вы будете с ними справляться. Точно так же хорошо бы определить, какие дополнительные знания вам понадобятся. Возможно, какую-то литературу прочитать, возможно, какие-то консультации у экспертов взять, возможно, может быть, изучить что-то дополнительное. Поэтому, если нам наших знаний не хватает, если мы понимаем, что нам нужно, нам с чем-то столкнёмся и нам там нужно что-то дополнительное, мы это тоже сразу проговариваем, и тогда мы по ходу получаем эти знания. Дальше нужно определить, помощь каких людей или организаций нам потребуется. Когда мы в этом процессе движения к своей цели, куда мы будем обращаться, чья помощь нам потребуется, какие люди нам нужны будут, посодействовать нам смогут. И здесь уже действуют такие, можно сказать, три закона. Первый – это закон возврата, что посеешь, то и пожнёшь. То есть то, что мы пожинаем сегодня, на самом деле, это плоды того, что мы посеяли вчера. И дальше, когда мы понимаем, чему мы хотим достичь, кому мы хотим обратиться, с какими людьми мы хотим работать, мы должны понимать, что мы сегодня сеем для того, чтобы эти люди вообще захотели с нами общаться. Второй закон – это закон компенсации. Нам нужно понимать, что мы можем этим людям дать, потому что каждое действие получает равный ему по силе отклик. Поэтому что мы можем дать этим людям для того, чтобы они дали что-то нам? Мы к ним обратимся. Но чем мы можем компенсировать? Может быть, мы им просто заплатим за работу, может быть, мы для них какую-то услугу можем оказать. И третий закон – это закон услуги. Это когда мы думаем о том, что нужно давать больше, чем брать. Во-первых, это всегда приятнее. Во-вторых, когда мы идём к человеку с просьбой о чём-то, то мы не только понимаем, что мы можем дать ему, мы ему предлагаем немножко больше, чтобы заинтересовать его, чтобы он именно у нас эту… чтобы он именно с нами сотрудничал, а не с другим каким-то человеком. Поэтому, когда мы, наверное, по закону компенсации, мы здесь включаем как бы сверхкомпенсацию. Например, смотрите, есть такое понятие, неправильное понятие, когда мы работаем по найму и говорим, ну вот пусть мне повысят зарплату, тогда я буду лучше работать. И вы же понимаете, это не работает, работает по-другому. Я буду лучше работать, и мне за это повысят зарплату. Точно так же этот же закон услуги работает в конкурентной среде. Смотрите, как работают предприятия сейчас, особенно конкурирующие, одинаковые предприятия, которые предлагают какие-то услуги. Они придумывают какие-то акции, они хотят дать чего-то, что предлагают немножечко больше и немножечко лучше, чем конкуренты, для того, чтобы покупатель пришел к ним, для того, чтобы их выбрали для сотрудничества. Вот так и в этом случае, когда мы идем кому-то за помощью, нам нужно понимать, что мы можем дать этим людям, чтобы им хотелось, чтобы им было выгодно с нами работать и чтобы им хотелось с нами работать. Десятый этап – это создать план. То есть вот мы все проанализировали, вот мы все поняли, мы полностью расписали, уже, можно сказать, по косточкам разобрали свою цель и весь путь к этой, с чем мы можем столкнуться к достижению цели, по пути к достижению цели. И вот тут мы создаем план. Учитывая все эти детали, мы прописываем план, что, зачем, что мы будем делать. Мы там, не знаю, может быть, мы можем его переписывать, мы можем его составить как план действий, а потом, может быть, поменять местами, там выстроить по приоритетности, по важности, то есть или мы начинаем его осуществлять, и у нас какие-то новые моменты открываются, мы его переписываем. То есть этот план можно менять, можно переписывать, усовершенствовать, прям вот пока он реально не будет идеальный, и мы понимаем, всё, мы действуем по идеальному плану и чётко идём к своей цели. Вот, одиннадцатая, уже очень приятная, это визуализация достигнутой цели. То есть мы представляем себе, что наша цель достигнута, и прям рисуем себе картинку, тот же дом. Вот у нас мы на террасе, в шезлонге, на солнышке, пьём кофе, может быть, у нас там даже какой-то водоём, море, океан виден, такой вот у нас вид, да, то есть наслаждайтесь, попробуйте уже себя полностью туда перенести и насладиться вот тем состоянием, полюбуйтесь собой счастливым. Эта визуализация тоже очень много даёт положительных эмоций, очень много даёт энергии к действию. И двенадцатое, самое важное, пообещайте себе, что вы дойдёте до конца. Как спортсмены, как победители, которые падают, которые встречают новые трудности, но они поднимаются и идут к своей золотой медали. Вот точно так же и мы идём, идём и идём. То есть какие бы препятствия у нас не встречались, мы обещаем себе, что мы не будем сдаваться, мы всё равно придём к цели. Только упорством мы можем достигнуть своей цели, только упорством мы можем дойти до конца. Как говорится, победители — это те, кто умели встать после падения и идти дальше. Потому что упорством мы как раз и измеряем меру веры в себя, насколько мы в себя верим, насколько мы подошли глобально к исполнению, к движению, к своей цели. И я думаю, что всё у нас получится. И есть даже такая методика, когда составляется карта желаний. Наверное, тоже вы об этом знаете, когда вы помещаете в центр, делаете такой большой плакат, помещаете в центр свою фотографию, а вокруг либо пишем, либо вырезки какие-то красивые делаем, то есть представляем себя в тех уже исполненных наших желаниях, в тех исполненных наших целях представляем себя счастливым, представляем себя богатым. Вот есть пример такой карты, когда всё, чего я хочу, я уже получил. И вот эта визуализация, когда мы всё время смотрим на эту картинку, когда мы видим себя счастливой, она тоже нам даёт энергию, тоже нас заряжает, и мы тоже можем от этого заряжаться и идти к своей цели. На сегодня я буду закругляться, потому что сейчас будет вебинар у Владимира Маслова, и я думаю, что всем нам интересно тоже туда подключиться. К сожалению, мне пришлось очень быстро, я так боялась, чтобы уложиться во время из-за того, что опять технический сбой. На следующем вебинаре мы рассмотрим вторую нашу задачу о списке контактов, как его создавать, как можно поиграться, как создавать список контактов в виде игры. Мне тоже очень понравился такой метод, поэтому мы это всё рассмотрим на следующем вебинаре, в следующий четверг. Нет, в следующего четверга не будет, в следующий четверг я буду в дороге как раз, и через неделю мы встретимся с вами через неделю. А сейчас я ещё раз хочу поставить вам этот ролик о том, чтобы мечтать, мечтать, визуализировать свои цели, потому что именно это нам даёт, можно сказать, желание и энергию жить. Поэтому я с вами сейчас попрощаюсь и встретимся через неделю. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной, и ещё раз прошу прощения за техническую такую неполадку. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok